Всем привет, с вами Кэт Сейчас как новости не откроешь, так просто за голову хватаешься Хочется собрать вещи и уехать жить на Луну Предлагаю сегодня отвлечься от всей той жести, что творится в мире И поговорить о прекрасном, о главном, о любви, конечно Будем разбирать лексику отношений, поехали Чтобы отношения случились, сначала надо хотя бы позвать человека на свидание И здесь пригодится фраза Спросить кого-то, хотят ли они пойти с вами на свидание Мне очень нравится Миша, может позвать его на свидание, спрашиваю я И думаю про себя, пожалуй, позову Я вчера флиртовала с одним симпатикой Даже умудрилась взять его номер телефона Очень похоже по значению на Но вот здесь уже более явные знаки внимания оказываются Немножко так за руку подержала, тронулась, за локоть взялась Как-то так вот, ну да, уже руки в ход пошли Чтобы еще сильнее показать свою заинтересованность Помнишь того чудака вчера вечером? Он еще заигрывал со мной, когда я стояла у бара Все эти фразы, они близки по значению Это про то, что вы с кем-то встречаетесь Ты, конечно же, хочешь встречаться с кем-то, кто видит твой потенциал И стимулирует твое развитие А ты не знаешь, что он сейчас с кем-нибудь встречается? Вводить кого-то в заблуждение Делать вид, что человек вам нравится Чтобы преследовать какие-то свои цели Она водила меня за нос, когда приняла мое предложение На самом деле, она просто пыталась заставить своего бывшего ревновать Ну какова чертовка? Страстно целоваться, обниматься с кем-то Мы целовались и обжимались на диване, когда вошли мои родители Не прийти на встречу или на свидание Чаще используются, кстати, в пассивной форме Как, например, вот тут в Друзьях, когда Рос пришел на свидание, а девушка нет Отказать кому-то, сказать нет в ответ на какое-то предложение или чувство Он предложил ей путешествие в Нью-Йорк, но она ему отказала Ух, хорошее выражение Пускать слюни, глядя на кого-то Мы с лучшей подругой сидели у бассейна и пускали слюни на всех молодых красавчиков, которые там были Это смотреть с вожделением на кого-то, да, или на что-то Я с вожделением смотрела на десертное меню еще до того, как мне принесли основную еду Тихо сохнуть по кому-то Говоришь ты своему однокласснику на вечере встреч, я по тебе сохла многие годы Ой, одно из моих любимых выражений Как видите, это пассивная конструкция Быть уложенным, если дословно, но вообще мы эту фразу не так переводим Переводим мы ее как заняться сексом Причем тут не важно с кем, поэтому не указана персона, да, тут важен сам факт Да он просто хочет с кем-то переспать и больше ничего Видите, да, не указывается с кем-то, это вообще не важно Подкатывать к кому-то Его уволили после того, как он начал подкатывать к жене своего менеджера Не буду переводить, сами переведете Строить глазки Какая-то девушка вчера весь вечер строила тебе глазки Притворяться недоступным Ой, простите, а я не знала, что мне надо было играть в неприступность Я вот как-то сразу Это вообще второй пилот, штурман какая-то такая история Но на сленге это тот, кто помогает другу или подруге познакомиться с кем-то Если это девушка, может быть То есть вы пришли в бар и человек для тебя, тебя представляет кому-то Или как-то делает так, чтобы тебе было проще познакомиться Он скучал по тому времени, когда они помогали друг другу знакомиться с девушкой У него была репутация семейного человека, как это бывает Но на самом деле он был серийным бабником Ну и немного бейсбольной терминологии, которая часто используется в американских ром-комах Вы наверняка слышали Первая, вторая, третья база Это про стадии физического сближения Первая стадия Это вы поцеловались Вот пошли руки Но пока все находится еще выше пояса Третья стадия Это руки И может быть даже ваше лицо Опускается ниже пояса А вот Это вот уже полноценный акт любви Давайте назовем так Быть не в чьей-то лиге То есть не дотягивать до объекта симпатии Он был таким красавчиком, пользовался Такой популярностью, что я чувствовала Ну куда уж мне там Очень смешное выражение Это пожертвовать собой ради успеха команды Взять на себя удар Сделать что-то, чтобы другим не пришлось Вот в любовном контексте Это обычно, когда есть группа, например, парней И кто-то из них должен То есть должен уйти домой с самой непривлекательной девушкой Или если это группа девушек С самым непривлекательным парнем Чтобы другие как-то хорошо тоже провели время С другими участниками этой группы Ну если кто-то должен это сделать Так уж и быть, я возьму удар на себя с радостью Ну еще немного выражений Любовь с первого взгляда Это разовый секс без намерения продолжать отношения Это устойчивое выражение Я свободна и открыта для общения И еще одно слово-сочетание Это вас могут спросить на свидании Или вы можете спросить человеку, с которым вы находитесь на свидании Что для него является deal breaker Это то, что для тебя неприемлемо То, с чем ты не сможешь смириться И вот этот deal breaker Он исключит возможность создания отношений с этим человеком То есть я никогда не вступлю в отношения с кем-то, кто не хочет детей И так далее Ну что ж, мне кажется, вы теперь готовы Говорить об отношениях во всех их проявлениях и вариациях На сегодня это все Учите английский с пазл-у-игрыш Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok